Страшно! Они меня заставили это сделать! Мама! Ой, держите! Только не отпускайте! Я упаска сирала. Всем привет! С вами Аполлинария, и я снова в удивительной, чудесной, прекрасной балаклаве. Но сегодня я буду снимать здесь не одна. Шикарная балаклава, залитая солнцем. Эти яхты роскошные, супер крымская летняя погода, неповторимые пейзажи. Кто-то в предыдущем ролике про балаклаву назвал ее «маленькой крымской Италией». А сегодня мы снова с командой «Маршруты Крыма на один день». Да! О, это мне? Это тебе! Спасибо! Это Алексей Александров и Глеб Молчанов. В общем, Аполлинария, у тебя сегодня и по землю, и в горы, и по горам на мотоцикле. Как? Хочешь, еще можно поплавать? Еще можно поплавать. Сначала на мотоцикле, а потом под землю. Дело в том, что я падаю с велосипеда. Какой мне мотоцикл? Четырехколесный? И проверим тебя. Да, у Алексея в машине чего только нет. Коляска, конечно, куча техники. И так я смотрю, что им зарплату выдают вот в таких пакетах. И подушками. Ай, иногда да, подушками. А он пока что запускает квадрокоптер, только я не понимаю, почему это делает продюсер, а не вот этот человек-оператор. А, он не летчик. У меня сегодня оператор-лампочка. Смотрите, человек-лампа. Ну что, под землю только так, только так. Сегодня это еще человек-альпинист. В новом музее всегда есть люди. Видите, Балаклавский подземный музейный комплекс. Ну что, спрячемся в прохладу? Этот объект манит снова и снова. Смотрите, человек-лампа. Вот так подводные лодки базировались в Балаклаве. Уже в осенью этого года вот такая подводная лодка будет стоять у нас в сухом доке. Проводится работой в ее музее питации. И в эту подводную лодку можно будет попасть. Такая подводная лодка будет в этом музее. Это будет еще интереснее. Мы прям все ждем-ждем этого события. И крымчане, и туристы. Мы сами ждем. Вся подробная информация будет в ролике маршрутов Крыма. Переходите по ссылочке и смотрите всю версию. Видели вспышку? Сейчас здесь где-то 15-18 градусов. Но я с собой косточку взяла снова. Она у меня тут в рюкзачке поместилась. При входе выдают вам аудиогид. Экскурсия длится примерно час двадцать, час тридцать. Вы можете ходить, где-то останавливаться, задерживаться. Это удобно, что не нужно бежать за группой. Это очень интересный зал в музее. Здесь аудиогид все подробно рассказывает. И тут есть всякие артефакты. Да, когда-то много здесь подводных лодок базировалось. И этой осенью снова подлодка зайдет в эту бухту. Балаклава была закрытым городом в закрытом городе Севастополя. Являлась частью Севастополя. Представьте себе, местные даже не знали про строительство этого объекта. Настолько удавалось сохранять его секретность. Никто не должен был узнать. И породу вывозили под предлогом, что это материал скарьеров. Тут недалеко карьеры находятся. И сейчас они по сей день действуют. Мы вышли ко второму входу. Вот второй выход из музейного комплекса. Тяжеленная, я даже поднять не могу. Над нами какая-то просто нереальная толща горы Таврос. Она очень прочная, поэтому защищала весь этот объект от прямых попаданий даже. От бомбардировки с воздуха. Сколько же здесь залито бетона. Это фальш-стена, которая разбивалась молотком. И все бежали в убежище. Ой! Гром! Я путешествую с нашим добрым другом, мобильным оператором Винмобайл. Мы приехали в такое удивительное место. Здесь красивые виноградники, балаклавы. Так и захотелось здесь прям фотосессию устроить. Вы же знаете, что мы с Алексеем показываем вам самые интересные маршруты Крыма. Развлечения. И часто среди них есть экстремальные. Так вот, сегодня будут супер экстремальные развлечения. И одно из них это горные мотоциклы. Я надеюсь, что мне не придется рулить. Но продюсер неумолим. Смотрите, улыбается он. Что-то мне... У тебя все получится, Аполлинария. Ну, Алексей. Ну что? Ну, чуть-чуть залезло, чуть-чуть. Смотри, он же маленький, аккуратный. Он еле-еле едет. Друм-друм-друм-друм-друм. Я думаю, тут слишком все серьезно. Смотрите, как Глеба одевают. Штанишки какие-то. Ну как? Не жарко? Пока нет. Меня пока не переодевают, и я молчу. Я очень боюсь двухколесный транспорт. А Алексей сейчас будет летать над этой всей красотой. Вы все знаете, что с техникой я не дружу, поэтому съемки с квадрокоптера у него в ролике, ссылка под этим видео. Все. А он улетел куда-то туда, но обещал вернуться. Это развлечение для настоящих мужчин. Нужно прогреть сначала железного коня и отправиться в горы. Скажите, а девушки у вас тоже катаются на воде? Да? Да. И популярно это среди девушек? Да. Да вы что? Это так у нас много экстремалок? Достаточно. А я падаю с велосипеда, поэтому... Это не важно. Абсолютно не важно, ездили вы до этого на чем-либо, не ездили. Машина, мотоцикл, велосипед, самокат. Вы приезжаете, садитесь на себя и поехали. Но это не точно. Это точно. Вот так. То есть то, что я не умею ездить на велосипеде, ни на что не влияет. Абсолютно. Но мне кажется, это будет страшнее, чем... Правильное слово «кажется». Ха, кажется. Ой, не знаю. Ну, мотоцикл это достаточно много. Болгуюсь. Ну что, рискнуть, ну рискнуть, как вы думаете? То есть, когда мы сидим, и нам насоснуть на слоге, и достать до рычага переключения передач, либо нажать здесь, с этой стороны на тормах, проблематично. Сидя. В стойке это все делается элементарно. Так, черт. С какой стороны? С добавления. А как отличить, с какой стороны на ногу? С этой стороны подошка, поэтому... Ага. Ой, держите. Правильное внимание. Перекидывай ногу. Нет, на подножку поставим. Ногу правую перекидываем через сиденье, а вторая левая стоит на земле. Ага. Во. Пробу, с другой ногой тоже. Только не отпускайте. Я ухожу сейчас. Я не уезжу ноги. Пробу ногами, да? С этой земли. Так, извините. Да, левая. Нет. Одной тогда. Мы одну установись, и отпустим отсеком. Нет, не отпускайте. Все, вот он стоит. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Полинария. Сбегаем вашу. Во. Ногу полностью на землю ставим. Полностью. Вот. Во. Что ты улыбаешься? Носочек. Вот так вот, пяточку. Сюда прижали, носочек сюда поставили. Все, мы стоим полностью на одной ноге. Не старайся поднять ее, но встань. Я привыкла просто на полупальцах стоять. Вот, нормально. Стоишь? Все, вижу, никуда он не одевается. Нет, не шатайте. Ага, ты можешь начать. Дышите. Что ты улыбаешься? Смотри, одна рука уже идет. Тебе не нужно. Леша, где ты там? Что ты там снимал? Все ради твоих подписчиков. Сколько надо так стоять? Надо максимально, чтобы ты поняла, что готова ехать. Нет. Я не играю. Тогда еще постою. Он сам стоит. Как сам? Ну как сам? Почему, когда я сидела? Вот же стоит мотоцикл сам, смотри. Он сам. Да стоит же, вот же сам. Вот смотри, не держу же. Вот, видишь, не держу. Нет, он шатается. Ну, шатается. Ну, ветер же дует, он шатается. Видишь, стоит? Это страшно. Железный конь. Не пойдешь, да, Сидне? Нет. Я за четыре колеса. И чтобы заправляли, не сама? Нет, я сама не умею, как выяснилось. Кого заинтересовали покатушки, вот, обращайтесь в Инстаграм и телефон. Сколько же развлечений в Балаклаве и морскими прогулками это все не заканчивается. Здесь такая красивая природа. Такие райские пляжи. Оператор, как всегда, песком. А я катаюсь в багажнике, ля-ля-ля. А там же нет окон. В смысле нет окон? Ну, в смысле, тебе будет там жарко. Ничего нормального. Куда приехали, здесь такие бомбические виды. Это просто фантастика какая-то. Наше бескрайнее море. И вот, так называемая почка смерти. Вон вдалеке мыс, а я... Срочно, срочно загружаю сторис из этой красоты, чтобы передать красоту момента вам. Благо, что мобильный интернет Винмобайл помогает в этом. Как тут орут цикады, как же эпично и красиво в Балаклаве. Я люблю вот так вот пройти тут пешком, вот там пониже, пониже и прийти мимо нудистского пляжа на золотой. Там искупаться. Покайфовать с лучшими видами. И на маленьком катерке вот так вот приплыть назад в Балаклавскую бухту. Шикарно. Люблю повторять такой маршрут, когда уже тепло и море теплое. Потому что идти здесь по открытому пространству очень жарко. А потом доходишь до пляжа и с таким кайфом погружаешься в воду. Непередаваемые, незабываемые ощущения. Вот это дозорный пункт или бочка смерти. Металлическая конструкция. Вот она выступает такой смотровой площадочкой. Под нами пропасть. А мы продолжаем снимать мотоцикли. Очень зрелищно. Классно погонять Балаклави. Ой, там такой обрыв. Съемочный день продолжается. А так бы хотелось сейчас погрузиться в эту гладь. Море теплое и именно такое освежающее. Чистое. Вокруг такая красота. Балаклава создана для морского отдыха. Вид на бочку сверху. Я когда-то поднималась пешком снизу. Было очень тяжело. Жарко вот здесь было. Уже преодолевать этот путь. Ну и он очень крутой. Хотя на улице было не лето. Но здесь на внедорожниках можно и на мотоциклах подняться. И не ползти в эту гору. Поддержите нас за наши старания. Ставьте лайк. Напишите, что больше всего понравилось в этом ролике. Будет очень приятно. Вопрос с мобильной связью в Крыму летом всегда актуален. Не так удобно моего материкового оператора сюда привозить. Пользоваться этой картой. Зачастую это невозможно. В принципе, большинство мобильных операторов материковых в Крыму не работают. И здесь два варианта. Вы либо переключаетесь на роуминг, либо берете здесь местного мобильного оператора. Наш местный мобильный оператор BIN Mobile позволяет вам экономить в отпуске. А еще и у него всякие удобные программы лояльности. Да, в этом году летом они запустили кэшбэк 10%. А условия там простые. То есть, ты пополняешь с карты МИР любого банка, неважно материковый или крымский, пополняешь через приложение КМобайл. И 10% тебе возвращается на твой счет пополнение от 300 рублей. Ну, мне кажется, это совершенно сопоставимо с материковым предложением разных банков по кэшбэку, системы кэшбэка, возврата денег, которые существуют на материке. Даже больше. 10% кэшбэка. Да? Да. Я не знаю, кто это. Да. Вот так примерно, знаешь, там из магазинов, АЗС, других. Обычно 100 рублей, 1 рубль. Ну, примерно, да. Такая получается. Тогда здесь вообще прекрасно и отлично, что Ринмобайл делает такие предложения. И делает не просто красиво, качественно, но еще и полезно для вашего кашляка. И делает Крым доступным для людей. Да, в центр Балаклавы лучше не соваться, оставить где-то машину там на подъезде. Парковка забита напрочь. К Балаклаву можно добраться из Севастополя. Вот, например, с ЖД вокзала. Тучки немножко спасают нас от зноя. И пришло время перекусить. Только что мы были вот там, наверху, выше Генуэзской крепости. Да, да, да. А теперь мы здесь, Балаклава-бургер. Бургер с пакетой. Можем предложить со стейком. Ага. Это будет булочка с овощами, с сыром, с тремя соусами. Отлично. А, Полинари, ты что говори? С курочкой. Ты с курочкой, буш-стейк. То есть, ты понимаешь, это будет не котлета, это будет стейк. А ты что? Побитый-избитый, побитый-избитый и такой цельный кусок мяса. Да, все равно. Лишь бы поесть. Лишь бы поесть. Давайте сюда что-нибудь из мышей. А Полина? Лишь бы поесть. Какие мышие? Ну, тебе лишь бы поесть, какая тебе разница, что есть. Ну, не тут ухода степень. А это что, уже наши вкусняшки готовятся? Прошло немного времени, и здесь такая красота. Правда, не знаю, как это поместится. Бургут. Мы на набережной Назукино. Здесь даже в такую жару полно народа. И, конечно, всех приглашают на морские прогулки. Привет! Кому хотите передать привет? Всем смотрителям. Всем подписчикам. Всем подписчикам привет из Доминиканы. Вот наши бургеры. И вот с таким видом. Оператор. Я вид показала. Шутка. Что хорошо в пастфуде. Рестораны я, конечно, люблю, но мне нравится пастфуд, потому что взял и приехал в то место, которое тебе нравится. Нравится. А мне балаклава очень, очень мила. Я не знаю, как у них еще хватает сил, блин, говорит. Я хочу просто лопать. Из курицы. Вкуснято. Знаешь, вообще, на твоем месте вообще не завидую тебя. Потому что он реально очень милый. Когда оператор, держишься? Нормально все? Ну ладно, держись. Бургера нет, но вы держитесь. Потекло. Запиваем и идем в день. Увидеть балаклаву и поселиться здесь навсегда. Вот это ворота балаклавы. Когда выплываешь в открытое море, одна гора как бы заходит за другую и держит всю эту бухту в секрете. Что раньше, конечно, способствовало тому, что это был закрытый, секретный город. Там вдали мыса Айя. Там Алексей сидит. А здесь вот такой вот матрос. И в этом месте находится пляж мраморный или солдатский, как его называют. Прокат каяков. Грандиозный. Можно отправиться как к мысу Айя, так и вправо. Вот там за этой горой Фиоленты, пляж Василий. Полюбуйтесь, только сколько курсирует здесь надводных такси, морских такси. Если по этой дороге проехать вот выше, туда дальше, то приедете на пляж Василий или на 19-ю батарею Драпушко. Мы в Ласпе. Сейчас будем подниматься на гору. Илья с Коя. Мы будем альпистами. Мы сейчас поднимемся на вершину вот этой горы. Наш маршрут стартовал от трассы, и мы идем по лесу. Вот такому по узенькой тропинке это наш инструктор. Мы пришли к стартовой точке. Все запыханные. И только наша милая инструктор вышла на прогулку легкую. Уже не так жарко. Мы тут передохнули тенечки. Скоро будем подниматься и узнаем, что такое для пирата. Вот это мы пройдем за час, я уверен. Я знаю, Аполлинария мощный, сильный человек, который преодолеет это за 55 минут. Засекайте. Пошли. Несмотря на то, что наш маршрут сегодня по сложности будет простым, у нас там будут встречаться вертикальные участки, где будут возникать вопросы, вы не стесняйтесь, спрашивайте, как здесь удобнее проходить, и я еще буду дополнительно рассказывать вам. Правый карабинчик взять в правую ручку, левый в левую, и попробовать пооткрывать. Будь аккуратен. Ой, какие душечки. Они душечки, им сказали. Да. Так, душечки, едите сюда. А ты назвал? Сегодня это еще человек-альпинист. А ты хоть пристегнулся? Да. Причем всем, всем сразу. Ух ты, смотрите, здесь уже красиво. Давайте. Давайте смотреть не на Сашу и на страховку, посмотреть на эту красоту. Так все, вот картинка. В принципе, понятно. И закончили. А выше, еще выше и красивее. Саш, ты только не иди сейчас назад. Да. А то мы знаем уже по моему ролику, как опасно быть оператором. Да, да, да. Ну тогда было... Пробуем строковку. Чего вы начинаете? Саша, иди назад. В смысле, мы любим нашего оператора. Надо перестегиваться, не забывать. Да. Ты снимаешь, ему сложно и перестегиваться. Здесь красивый проход. Очень красиво, зрелищно. Пойдемте на пляж. На пляж? Что вы там так медленно? Давайте быстрее. Ого, привет-привет. Здесь есть ВИН Мобайл. Сюда доходит сигнал. Смотрите, какой обрыв. И такой вид открыл. Полинари работает в кадре. Молист. Давай-давай, Полинари, это видео горизонтально тебе в ролик. Страшно. Они меня заставили это сделать. Мама! Это страшно. Я на самом деле, оказывается, боюсь, что ты. Такие моменты. Все, я пошла. Ну ты молодец. Даже это очень круто. Даже это. Сейчас я пойду, как ты откинешь. Я пошел. Смотрите, где мы идем. Смотрите. Прям вот, по обрыву. И что вы думаете? Моя мама будет смотреть это видео. И испугается. А я сейчас отстегну оператора. Сколько можно, мы так будем долго идти. Это самое... А, ты помогаешь, Саше? Я его отстегиваю, чтобы мы быстрее шли. Уху! Как они эпично идут. Вот так это смотрится со стороны. Прямо над пропастью. Биафирада. Железная тропа. Я чуть дальше не ломанулась. Вот. Перестегуй! Не забывай перестегивать! А куда я денусь? Дорогие зрители, это очень интересно, увлекательно, занимательно, доступно, несложно. Я, честно говоря, теперь в такой растерянности. Как же я до сих пор обходила вот это все стороной. Бывало до этого дня на Биафирате так интересно, так увлекательно и просто этим можно заболеть и ходить вновь и вновь. Люди! Это ошеломительно! Мы поднялись в горы, а я без проблем отправила в ватсапе фото этой красоты маме, потому что Винмобайл есть и здесь. Мы все мокрые, очень хотелось бы сейчас погрузиться в прохладную гладь, тем более, что в Ласпинской бухте. Это не море, это просто сказка. Там настолько чистая, классная водичка. Чувства, эмоции непередаваемые. Все-таки горный Крым, он так меня захватывает. Ну что только по набережным ходить. Вот где настоящее счастье испытываешь. Преодолеваешь немножко себя, преодолеваешь трудности. Но когда видишь это, это того стоит. Как так может быть? Я уже три года веду свой блог. Я каждую неделю бываю в новых местах, практически каждую неделю. и Крым пока что не заканчивается. Поэтому подписывайтесь и будем путешествовать по Крыму вместе. Переходите по ссылочке под роликом и смотрите телевизионную версию видео на канале Маршруты Крыма. Великобритания